Умара Нурмако Медо! Чтобы пришли сюда и получили КО. Я немного чувствовал, потому что я не видел его. Ты понимаешь? Я не видел, я сделал это очень быстро, эмоционально. Мне показалось, у тебя первая реакция была, что ты немножко... Ну, ты обрадовался и немножко был в шоке. Что у тебя в голове было? Вот он падает и что у тебя было? Когда он упал, я даже не понял, что произошло. И побежал добивать. Но это был лишний удар. Я не увидел, что он в нокауте. После первого удара я увидел, что он не армирует. И я даже судьбу начал искать место на рыбу. Типа такой реакции. Так получилось. Ты переживал за него, когда видел, что он лежит и особо, я так понимаю, не подавал признаков движения? Да, конечно, переживал. Там резко врачи зашли, приводили его в себя. Конечно, это... Бои боями. Но не хочется кому-то ушиб нанести, кого-то там травмировать или еще что-то. Это... Сильно не хочется этого. Честно. Мне показалось, знаешь, что ты как бы выбросил колено такое ложное и, ну, как будто бы замаскировал вот этот боковой. Или это чисто на автомате у тебя вылетит? Это... Это сто процентов на автомате. Я не... Не было такого. Я... Я... Я знаю, что я хотел его встретить коленом и не попал коленом. А когда колено не попал, я на выходе... Ну, вот... Вот сейчас я эту картину собираю. Я увидел, что он на меня прет. Он на колено среагировал, я его ударил. А ты знал о том, что у тебя на стол... Ну, есть такая нокаутирующая мощь? Не, не. У меня я до сих пор не считаю, что есть нокаутирующая мощь. Просто он не увидел этот удар. Легкий удар, который ты не видишь, ты на него реагируешь именно вот так. Я до сих пор не считаю, что у меня есть такая сила. Сейчас ты говорил, созванивался, да, уже с домом. Там и Хабиб был, и отец, да, я так понимаю, и дядя. Да, да, они все вместе дозвонили, поздравляли. Все, я тоже успокоился, у меня все эмоции ушли. Сейчас снова пахать. А что тебе сказали? И отец в том числе. Не было времени так поговорить, молодец сказали. Но сейчас домой прилечу, вижу с родними, пообщаемся с ними. Получилось, что ты за этот бой пропустил на три удара больше, чем суммарно за первые свои три боя в UFC. Тут ты пропустил 13 раз по статистике, а там 10 раз за три боя. А было ли что-то, что ты вот сейчас почувствовал, знаешь, что было неприятно? Я три почувствовал. Именно вот в области лица. Один или два я почувствовал. Где-то вот здесь. Они, наверное, ноги тоже добавили, но ноги в блоке же были. Как они их поширать могут? Я не знаю, почему поширать. Ты из клетки выходил, и тебя там встретил сначала Мираб Двалишвили, ты с ним так достаточно тепло поприветствовался. Потом ты вернулся к Стерлингу и с ним тоже обнялся. Что сказал и Мирабу, и Алжимиру? Они поздравили. Я же с ними сталкиваюсь как-никак. И в ПАИ, и в других залах, и в других местах. И такое общение присутствует. Понял? Как твои дела там поздравить, как-то что-то спросить. Такого не сказать, не дружеские скажут, тоже неправильно будет. Ну, такие приятельские хорошие отношения с ним. Вообще Мираб тоже очень такой приятный парень, хороший. Про него все хорошо отзываются. Ну, а ты уже смотришь на них или не знаю, не оставлял он какое-то послание? Типа, Алжимиру, я иду за твоим поясом или что-то в этом? Ну смотри, Алжимиру собирается, я с ним разговаривал, он собирается весь поменять. Будет сделать один и весь поменять. Смысла нету на него бочки катить. А с Мирабом не хочу три шток делать, но, конечно, если бой придявят, и он, и я, мы примем. Я стопроцентно уверен. И вообще эта история с папахами, у него черная, у меня белая, но имеет смысл. Мы соседи, Грузия, Дагестан, у нас там горы, ну горы, что. Просто границу перешел там, рядом, и соседи прямо рядом. Наша гора и их гора там. Притык. Очень такой респект файт. Да, да, да. Тебя спросили про браслет какой-то, да? А что за браслет? В честь Абдулманапа? Это не браслет. Это вот когда первый бой мне... Да, первый бой был. Да, первый бой выходил, они мне сделали. Абдулманапу Магомедову написали, и такую... Как сказать? Как пульсник, повязка? Не, она не пульсник. Да, как повязка. Повязку дали, и я ее сохранил. На каждый бой одеваю, и до конца карьеры я хочу одевать ее. Абдулманап как отреагировал, как думаешь, на такую победу? Ну, за Абдулманапа сейчас то, что мне нужно делать, это просить Сьюшну, чтобы он его простил. Его прегрешения там, чтобы ввел его в райские сады. И это будет максимум, что я смогу сделать уже. Или... да. Следующий бой ты хочешь провести 4 марта, да? Да. 4 марта, да, я так понимаю? Да. Я думаю, это будет 4 марта. И посмотрим, да, как скажут. Ну, я буду готов. Хоть и нелегкая вся эта вещь, и сгонка, и все это. Да, и совсем мало времени. Но мне нужно быть активнее. Мне 27 лет не нужно. Я хочу стать чемпионом побыстрее. И все эти дела чемпионского характера.